Здравствуйте! Сегодня в программе Стройсерфинг. Строительный штиль Бахчисарая, но разве что есть некоторые яркие детали. Мы продолжаем расследовать, почему в Добровской долине остановили возведение надземных переходов с подъемниками для малоподвижных людей. Впервые за 180 лет недвижимость генеральской вдовы переживает научно обоснованную реконструкцию. Новая вахта старой сосны, дереву, будет лучше возле мемориала в селе Батально-Ленинского района, чем у обочины трассы Таврида. Здесь перезахоронили останки защитников акманайских позиций. Почти 30 миллионов рублей стоит 1 километр 700 метров этого внутриквартального проезда, но это как стоимость 30 мест, например, вот в такой строящейся рядом школе. Довольно затратно. Смотрите, как все удивительное рядом. За нами школа, она более емкий объект, более нужный, наверное, даже скажут, чем дорога. Уже в период осуществления строительно-монтажных работ уже выявились там недочеты определенные. Теперь они, так как понимаю, думают, как их и стране устранять. А пока к виду недостроенной школы уже успели привыкнуть местные жители. Вы давно не видели уже здесь ни рабочих, ни шумотехники, да? Да, да, давно. А ведь рядом как было бы удобно? Да, конечно, пока вот остановили объект. И там дома какие-то недостроены? Да, да, очень много, очень много недостроены. Начали и бросили, и все. Подрядчику проще, дорожному подрядчику проще работать с ФЦФшными объектами, чем если бы вы строили школы, я не знаю, какой-то социальный объект. И говорить о том, что по ФЦФшным программам проектная документация сделана более качественной, ну, я пока не могу. То есть все зависит от стадии подготовки заказчика, то есть на как он подготовился к данной работе, какую работу он проводил с проектировщиками. Однозначно нельзя ответить, что лучше. То есть вы тоже не застрахованы от некачественной работы, да, проектировщиков? Абсолютно нет, конечно. Абсолютно нет. Абсолютно не застрахованы. И здесь, по большому счету, ответственность больше лежит, наверное, все-таки на экспертизе, которая пропускает те или иные проекты. Эта школа на 600 мест. Она стоит так же, как и детсад на 260, о котором чуть позже. Теперь стройка молчит. Оно было изначально понятно. Ну, не знаю, почему так получилось, да, то есть, ну, когда человек заходит на аукцион, он же видит смету, он же видит, да, они заходят. То есть вы изначально понимаете, что за эти деньги построить нельзя. Может быть, можно, но это будет там совсем не то, что можно будет сдать. Глава города считает, что прямые контракты, где заказчиком стройки может выступать город или район, это спасение от долгостроев. Четкие и внятные правила не дадут шансов для размытой ответственности. Сейчас город активно занимается благоустройством дворов. Это площадка из дорогих, с участием спонсорской помощи. Так некуда было выйти, некуда. А сейчас нет проблем. Нет, мы очень довольны. Кстати, а готовы ли жители платить за обслуживание таких площадок? Ну, вы знаете, мне кажется, это будет спорный вопрос. Надо выбирать, наверное, там, у кого есть дети. Да, так я считаю. Но если пенсионеры живут, бабушка с дедушкой, у них придет даже небольшая сумма. Я считаю, что они будут возмущены. Ну, я так думаю, не знаю. У нас есть внуки, так что мы будем платить. В этом же дворе мы увидели неожиданное архитектурное решение – крымский символ Грифон. Наш проект уже был на стройке вот этих домов для депортированных. Тогда мы увидели эту площадку в начале лета, активной, шумящей, идущей в темпе к результату. Сдать эти пять секций должны были к первому декабря. Тогда экскурсию по объекту проводил Олег Шейдер, прораб Бокчисарайской бригады. Давно у вас остановилось финансирование? Да, уже месяц. Мы даже за прошлый месяц не закрывали форму 2. А что такое форма 2? Ну, объемы выполненных работ. Люди что, поразбегались или как они, или ждут? Держим несколько человек здесь так, готовим бытовку для того, чтобы жить как-то. Надеемся на лучшее. Ну, я слышу там какие-то звуки, шумит, стучит что-то. Ну, я же говорю, 8 человек работает. То есть верите, что возобновится, что это просто пауза? Да, верить, не верить, это дело такое. А вот и детский сад, который выглядит так, словно вот-вот откроется. И только картина во дворе наводит на мысли, что работы еще не закончены. Идем внутрь. А здесь какая степень удобности? Вы работаете здесь? Это не ко мне, да, я сторож. А, вы просто сторож? Ну да, да. А здесь вообще ведутся строительные работы? Естественно. На этажах никого, и только Александр занимается уборкой. А где все остальные люди здесь? Не надо позвонить, узнать. Нет, сотрудники, которые рабочие. Что сейчас, какой этап работы? Я вот... Вы только на уборке? Да, сейчас убрать, как я разработчик. Грустную тему объектов ФЦП мы обсуждаем все-таки в новом сквере, который появился вдоль одной из центральных улиц по программе «Комфортная городская среда» и софинансирование местного бюджета. Ну, как вам сказать, строится все новое, хорошие дороги, здание хорошее становится. А то все облезшее было. Ой, каждый день сюда приходим. Нравится? Конечно. Хоть детям радость в горке какие-то поставили. А раньше куда ходили? Ой, раньше вон где, на лавочках посидеть там. Где машин поменьше. В общем, вот так. Ну, здесь был пустырь, да, была обычная дорожка протоптана. Ничего не было, гораздо красивее стало. Выложили дорожку, сделали детскую площадку. Больший сарай меняется, да. Заманили в страну грез и бросили. Так можно сказать об истории с надземными переходами в Добровской долине. Строительство прекращено и пешеходы по-прежнему страдают. Более того, здесь в Пионерском 3, как выяснилось, представители генерального подрядчика, фирмы из Карелии даже видели, как происходил наезд на пешехода со смертельным исходом. Мне кажется, лучше бы светофор, наверное, сделали. То есть, вы считаете, что светофора было бы достаточно, да? Хотя бы светофор, да? Да, обязательно, потому что несчастных случаев много. Вот женщина же недавно сбили, ребенок погиб. Здесь же видите, как транспорт едет? Если одна машина стоит, вторая может ехать. Вот что. Какое-то движение без правил. То есть, один может быть дисциплинированный, и он как бы притормаживает бдительность, правильно? Да, так видите, даже если он сзади едет, видит, что один стоит, и то бывает вот здесь. Это еще одна замороженная строительная площадка. То есть, площадка, где должен был сооружаться надземный переход. Это уже село Заречное, пешеходный переход, светофор, разумеется, работает. Люди себя чувствуют в большей безопасности, чем те, кто переходит дорогу в районе села Лозовое-3. На этой площадке нелегально, потому что сторож спит. Я сюда проникла, здесь нет собак. Но если он проснется, меня, конечно, отсюда выгонят. Вы видите, оставленная арматура, здесь есть что охранять. Ну, возможно, переход будет другой конфигурации, но, скорее всего, он будет именно на этом месте. Но кто решил не строить дальше, так скажем? Мы. Почему? Потому что данная документация требует проведения корректировок и повторного прохождения экспертизы. И зачем строить то, что мы потом не сможем сдать? Там материалы применены, которые противоречат действующим ССП. Проект-то выдан был в 2015 году. Вы сами прекрасно понимаете, что было в 2015 году. Был очень огромный вал, был огромный вал работы. В 2015 году открылось финансирование. Там начали в 2014 году. Начали в Крым, пошли деньги. Появилась потребность в огромнейшем количестве. Проектной документации. Имеем, что имеем. То есть мы на себя берем ответственность за внесение всех реактивов и последующий ввод объекта в следующем году. Почему там нет светофоров? Тенег он стоит для меня. Вот и все. Для меня он потянет деньги. И опять же, потянет определенные вещи. Если я там не работаю сейчас, да, останавливаюсь, его надо охранять. Иначе у сопров сломаются, что угодно. Но не помню, чтобы у нас на дорогах крали светофоры. Заказчик этого объекта в Сирелозовое – служба автодорог, которая, к слову, все же могла бы поставить светофор на этом участке. Раз уж с надземным переходом дело не сложилось. Кстати, по ее же вине. Ведь проект переходов под руководством этой службы в 2015 году подготовило предприятие ООО «Дороги Крыма». Генеральный подрядчик, получивший аванс на строительство от своих обязанностей, не отказывается. Но и переделывать за свои деньги проектную документацию не горит желанием. И это понятно. Кесарю Кесарева. Проектировщики должны проектировать, а строители – строить. Хотя генподрядчик уже начинает сомневаться, нужны ли живописной долине переходы размером с четырехэтажный дом. У застройщиков в Перевальном, где планируется еще один переход, тоже встала работа. Проект-то один. В общем, после финансовой эйфории 2014-2015 годов происходит повсеместное отрезвление. А это очень дорогой и очень долгий процесс. Любой краевед и любой историк скажет вам, что без семьи Рузевичей история Крыма и история нашего города Симферополя не была бы столь яркой. Первое упоминание об основателе династии Якуби Измаиловичи относится ко временам присоединения Крыма к России. Более того, он служил при канцелярии графа Румянцева и отвечал за отношения с начальниками крымско-татарских улусов. А потом даже предложил свой собственный дом в Карасубазаре для того, чтобы там разместились власти Крыма, то есть Таврическое областное управление. Прошло время, и когда уже специальный дом для Таврического управления был построен в Симферополе, он тоже приехал туда и, как положено, для людей, близких к власти, получил собственный участок земли. И не только он, но еще и его потомки. Хотя они были достойные люди. Например, один из сыновей Александр Рудзевич заслужился до генерала, был героем войны с Наполеоном, а его вдова получила от симферопольских властей участок земли здесь, на этом месте, на этой улице Невского 11А. Участок земли с таким условием, чтобы она построила дом в течение двух лет. И она справилась с этими сроками, причем построила для себя дом с таким качеством, что оно сейчас удивляет специалистов, которые пришли его реставрировать. Можно сказать, это первая настоящая научно обоснованная реконструкция за все 180 лет. Жилой дом Рудзевич представлялся гораздо большей территорией, гораздо большую площадь. То есть, где сейчас располагаются обычные квартиры, где обычные жильцы живут. То есть, в той части, где жильцы живут, раньше была жилая зона этого дома. Здесь была парадная гостиная зона, большие очень залы, просторные залы. В советское время приспосабливали под использование, не знаю, каких-то других заведений, скажем так, чтобы здесь находились масса людей. Прорабы на этой стройке реконструкции дома Рудзевича, а сегодня Крымского центра народного творчества, зовут Лич Закевич. Для своей интернациональной команды он и отец, и брат, и сват, и начальник, и мастер производственного обучения, и дозорный сокол. Личи – мое имя правильно. Значит, еще до ислама, когда чеченцы были язычниками, наш было такое поверение. Вот мальчик родился, его называли Личи – это сокол, если по-чеченски. Личи работает в Крыму с прошлого года. Свои чеченские строители, среди которых в основном молодежь, называют детьми войны. Сколько вы здесь уже? Уже, ну, два месяца почти. А это еще ерунда, два месяца. Некоторые на два года застревают, объект сзать не могут, а вы всего два месяца. Еще, думаю, успеете. Успеем. Вот фасад мы же делаем, красиво. Сейчас такие фасады никто не делает. Так вы дорогой специалист, получается? Ну, да. Очень приятно познакомиться. А как вас зовут? Меня Карен зовут. Самое сложное вот такие дома реставрировать. Да? Ну, будь ваша воля, вы бы их реставрировали или лучше бы построить новые? Да лучше построить новые, чем столько мучиться. Я смотрю, я хожу у вас в неделю, примерно в две недели. Очень красиво. Молодцы. Ну, красиво. Этого здания никогда не было видно. Точно? Оно как-то сливалось, да? Я просто стала замечать первое время, когда начали делать. Проходило. Но не думала, что нас могут так хорошо сделать. Это все моя работа. Один, один висел? Нет, трое. За полтора месяца метроем все. Нет, за два месяца вруч. Ну, вы же видите, что все новенькое, конечно, изменилось. Потому что это был очень старенький домик. Еще помню, когда здесь была турецкая кафе. Не, ну, то, что у нас запустение здания, конечно же, обращало внимание. Это что-то было видно. Ну, он очень изменился. Замечательно. Все вижу. Прям красота. Теперь все вижу. Красота. Строители реконструируют и въезд во двор. И в качестве спонсорского презента строители сделали и фасад вот жилых построек. Ну, чтобы в какой-то степени компенсировать все неприятности, которые они доставляют жильцам, шумом, скрежетом строительных инструментов. Последний ремонт этого здания, как объекта культурного наследия, здесь был в 1995 году. Мы, в принципе, представляем, что в 1995 году творилось везде. Возможно, и не было какого-то четкого порядка. Сейчас говорить о том, какие нормы и правила здесь соблюдались, тяжеловато. Мы просто видим, что по итогам, созданиям, действительно, не очень все хорошо. Сроки у нас есть, срок до 1 мая. К концу года оно будет готово. Вот я за фасад переживаю, он, я думаю, хорошо получился. Получился, да? Вот с целью с целью тоже очень хорошо. Нельзя сказать, что это правда, что когда-либо в этом здании был качественный ремонт. Было понаставлено огромное количество всяких перегородок, знаете, как в коммунальной квартире. Достаточно посмотреть на качество досок внутри этих перегородок. Деревянные доски покрыты еще одним слоем маленьких деревянных досок. Здесь этот проем демонтируется, будет лестница на цокольный этаж. Как бы продолжение этой. И что, в подвале тоже есть заняться? Ну да, у них там помещение, комната хранения, костюмы. Поменяли всю столярку на фасадной части. Это либо ясеневые храмуги, либо дубовые. Постановили лепнину. В общем, дом постепенно принимает тот облик, который он имел 180 лет тому назад. Контракт наш рассчитан на 7 месяцев исполнения. Но мы все прекрасно понимаем, что, во-первых, это время, а время это деньги. Если у нас есть возможность сегодня, не нарушая технологических процессов, сократить время данного контракта, то мы этим и пользуемся. Для этого здесь такое количество народа, которое работает с утра до ночи, в том числе и выходные и праздничные дни. Среди них есть люди обычной квалификации, которые могут поштукатурить, покрасить, побелить. Но есть специалисты, которые занимаются гипсовой штукатуркой, камнем, металлом. Сами руками делают шаблоны и восстанавливают ту архитектуру, которая здесь должна быть по проекту. Возможно, сейчас на потолке, вот на первой этаже, где еще не велись отделочные работы, драмка тех лет. То есть 180 лет прошло, она по-прежнему на потолке. Стены 60-70 сантиметров, это несущие стены. Высота потолка 3 метра 60 сантиметров. Разумеется, строители убрали все, что мешает все искусственное и все чужеродное, что мешало внутреннему эстетическому облику этого здания. Например, самодельный туалет или комнату для вахтера. Если здесь посмотреть на объекты, здесь сохранилось достаточно много лепнины на потолках, которую мы обязаны сохранить на несущих стенах. Если брать вот этот фасад, в принципе, как было, так и осталось. Единственное, вот эти балконы, они сами металлические несущие конструкции пришли негодно. Уже они свой срок истекали, по новому пришлось сделать балконы. Сами балконы. А так, фасад как был, так, на 100% мы заменили кровлю, деревянную часть. В проекте была заводена кровля из металлочерепицы. Потом нам комитет культурного расследования поменял на фальцованную кровлю из железа оттенкованного, чтобы сравнить, как он его переданным видит. Среди шума и пыли реконструкции, реставрации вдруг мелькнули женские платки. Думала, показалось, может быть, образы, может быть, привидения тех бывших владелец этого дома на сегодняшней улице Александра Невского, 11А. Но нет, это чеченские женщины, которые приехали сюда работать на отделке. К сожалению, от интервью отказались. Но, думаю, холоду этого здания они предпочли бы теплый ночлег в своем собственном доме, если бы их мужья могли зарабатывать на жизнь. Мы сейчас сделаем разводку по этажам, и в ближайшее время в этом здании будет тепло. То есть контур весь мы закрыли окнами, сейчас осталось только запустить сюда тепло, и после этого будет какая-то отделка. Вы сказали, паркет, вы не пошутили? Нет, здесь именно исторический был паркет, цвет выбран, цвет согласован с Комитетом по охране культнаследия, и именно такой паркет, паркетная доска будет здесь находиться на всех этажах здания. Я такого результаты, честно, не ожидал. А что вы ожидали? Ну, чуть хуже. Получилось хорошо и лучше. Красиво, идеально получилось. Знаете, моя основная профессия и мое основное образование – это исторический факультет, историк. Я не могу по-другому относиться к зданиям. Даже в каком бы оно состоянии плохом бы не было, оно требует восстановления, требует внимания со стороны государства. Вот это аутентичные решетки с балконов. Балконы уже переделаны, решетки вернут на место. Поручные перилы тоже старинные. Ну, можно сказать, сами ровесники этого здания. Представляете, сколько рук отполировали эти перила за 180-летнюю историю дома. Это вполне укладывается в концепцию Леча Закиевича. Ведь он потому приглашает чеченских женщин на отделку дома, что сделают они свою работу лучше, чем мужчины. Во всяком случае, их работа будет достойна оригинала, возведенного когда-то тоже под контролем женщины – вдовы Александра Рудевича и матери десятерых детей Марфы Естафьевны. Что женщина делает, это получается лучше, чем мужчина делает. Я себе вот хожу и представляю, вот большие помещения, вот люди вот собирались и тогда умели жить, и строить умели, не хуже, чем сегодня. По самому строку, что он стоит, он очень хорошо сохранился. Я вот хожу, вот в Министерстве финансово рядом, тоже очень хорошо сделано. И вот я сюда иду и сравниваю. Ну, у нас тоже неплохо сделано. Вы в церковь сравниваете с… Не в церковь, в Минфин. А в церковь это идеально сделано. Это не зависть, а почему не я, а почему я не смогу лучше сделать. Вот такое есть. Жители села Батальное Ленинского района, безусловно, радуются близости трассы Таврида. Во-первых, потому что она добавила далекому степному селу динамики и, прямо скажем, денег. Это отчисление в бюджет НДФЛ от заработка тех, кто там работает, и возможность трудоустроиться с гарантированной зарплатой жителям, у которых до недавнего времени была только одна перспектива – уехать на заработки. Но есть у батальнинцев вечный долг перед Акманайской землей, по которой прошел Феодосийско-Керченский участок трассы. И всякий раз, когда лопаты в этой местности опускаются глубже одного метра от поверхности, этот долг напоминает о себе. Исполнить его батальнинскому сельскому поселению помогли участники Международной вахты памяти «Крым. Фронт-2018». Все лето они работали на этой земле и искали останки павших во время Великой Отечественной войны. И вот, наконец, торжественное событие – перезахоронение 104 бойцов и командиров возле мемориала в селе Батальное. Когда хоронили всем селом и с воинскими почестями, прах героев потревожили в последний раз. Их отпевал православный священник, над ними прочитал нужные суры имам. И хотя поисковики идентифицировали лишь семерых из них, Господь знает всех по именам. Война для них теперь окончена. Вечная им память. Работу по поиску, идентификации останков, а также установлению контактов с семьями погибших провели члены Патриотического объединения «Крымпоиск». Его руководитель Николай Шевченко – сотрудник Керченской полиции. Николай занимается поисковой работой уже 22 года. Он сын морского офицера, и его отец еще в 1965 году обнаружил останки двух защитников Керчи – Боровикова и Новикова. Добился их перезахоронения на Войковском кладбище. А потом в честь этих бойцов были названы улицы в городе, которые они защищали. На торжественное захоронение приехали и поисковые отряды из республик Башкортостан и Татарстан. Вы все для нас как бы стали родными. Так как наши деды, чтобы не пропустить врага на нашей земле, республике Башкортостан, положили свои жизни здесь, на земли Крымской. Гигаму Карапетяну из Нагорного Карабаха были переданы личные вещи его деда-красноармейца Гигама Карапетовича Саидяна. Вот у него адрес есть, а вот это он оставлен. Так а ваши родные там же и живут по этому адресу, да? Да, да, сейчас я там живу. За останками Саидина Хасовича Тумасова приехали молодые супруги с полгодовалой проправнучкой героя. С нами связалась вот эта поисковая группа и сказали, что нашли останки прадеда моего мужа. Вот мы приехали по минуте и в отчим доме, в котором он родился, поставим эту шкатулку. Глава администрации батальницкого сельского поселения Виктор Лысенко сам занимался поиском комсомольской юности. Его не нужно убеждать помогать поисковым отрядам. В его планах реконструировать старое здание сельского клуба и устроить в нем музей славы Акманая – полоски земли, между двумя морями, ставшие во время Гражданской и Великой Отечественной войны местом ожесточенных сражений. Там сделать диораму или панораму акманайских событий. Когда ведешь раскопки и видишь все эти объемы, масштабы, то страшно становится. Теперь поисковики чувствуют себя причастными ко всему, что здесь происходило весной 1942 года. Да, мы один из многих отрядов. На вахте памяти было что-то около 10 отрядов, не меньше. Три полевых выхода было. Ребята проявили по-честному, с душой, с сердцем. Надо идти, находить людей. Потому что они ждут долг. Такой долг – это внутренний голос, это зов. Потому что здесь собрались люди, никто им не платит ни командировочных, ни транспорта. Каждый добирается сам, живем в палатках и все это от чистого сердца делается. Слушайте, вы не ближний свет ездить из Черноморского сюда? Мы ездим, ездим. Дело в том, что мы должны детям своим показать. У меня трое детей. Поэтому кое-кто, может быть, и примкнет к нам. В 76 лет эти останки были просто присыпаны землей. А теперь они захоронены. Однако здесь, в Акманайской земле, в Ленинском районе, остались тысячи и тысячи тех, у кого была точно такая же судьба – умереть за родину. Поэтому поиск продолжается. Мы еще даже не знаем, какое количество людей вообще погибло здесь. Через конечная гектара было обнаружено 158 бойцов. Вы понимаете, какая Акманай, эта протяженность где-то 14-16 километров. В селе Батальное абсолютно все культурные события происходят под открытым небом, потому что здесь нет клуба. Сегодняшний день не исключение. В 2019 году здесь обещают поставить модульный клуб. Отчасти роль Дома культуры и одновременно гостиницы выполняют вот эта подходная палатка, которую специально купило сельское поселение для того, чтобы встречать в Батальном гостей. В том числе и поисковиков со всех регионов России. Вовлечение жителей села Батальное в строительство трассы и их деятельное сочувствие международной вахте памяти «Крымфронт-2018» – единственные изменения, которые произошли здесь в российское время. Здесь пока еще нет новых социальных объектов. И преобразование села за деньги федеральной целевой программы и республиканского бюджета у батальнинцев еще впереди. В день неизвестного солдата страна воздаст почести погибшим. И люди снова соберутся здесь, в селе Батального, у мемориала рядом с сосной памяти, которая была пересажена от обелиска Акманайскому сопротивлению, что стоит на трассе Феодосия-Керчь. Этот неброский памятник знаком всем, кто интересуется темой Акманайского сопротивления, оттянувшего в 1942 году на некоторое время силы гитлеровцев от Севастополя и Керчи. И мы попросили людей, которые проводили работы, то есть это администрации тех, скажем так, автоколонн, которые работали там, помочь с организацией в пересадке дерева. Рабочие, которые строят новую керченскую трассу, помогли в пересадке дерева, десятилетиями охранявшего памятник. И оно постепенно приобретает живой вид на месте своей новой вахты у мемориала павшим воинам в селе Батальное.